25 сентября в Центральном доме журналиста состоялась пресс-конференция, посвященная предстоящим вскоре выборам в Координационный совет российской оппозиции. Инициаторы оппозиционных выборов убеждают потенциальный электорат в прозрачности своих намерений, ставя во главу угла качество. Правда, выборы признаются таковыми, когда соблюдены условия и количества, и качества. Если хотя бы одно ставится под сомнение, это уже не выборы. Понятно, что власть начнет спекулировать именно количественной цифрой. Но организаторов это не смущает. В конце концов, нужно ведь с чего-то начинать. Хотя бы с оппозиционного плебисцита. Вы сказали о 200 тысячах избирателей, даже если их будет полмиллиона. Скажите, пожалуйста, насколько это репрезентативные выборы? И не станет ли вопрос об их репрезентативности и легитимности главным для атаки власти на координационный совет? Ну, естественно, станет. То есть, понятно, что будет качаться соответствующая тема, что до сколько вас в процентах от населения и так далее. Нас это не очень сильно волнует, потому что мы все прекрасно знаем, что большие изменения в обществе делаются при поддержке всегда совсем небольшой части населения, что в любых странах мира действительно к политически активной части населения редко когда относятся больше 5-10%. Для нас это первая часть истории, первый эксперимент. Все, кто придут, все наши. Все, кто заявят, вот не побоятся заявить, как я говорил вначале, что им нужно политическое представительство, все молодцы. Если мы таких людей насчитаем, там 100 тысяч это будет круто, 200 тысяч еще круче, миллион мы будем, конечно, там рады просто ужасно. Хотя миллион это все еще, всего лишь там 1% от количества избирателей в России. Но мы ведь еще и отрабатываем все процедуры. Сама идея, скажем, выборов, которые проходят частично в интернете, в онлайне, вызывает там очень много вопросов и недоверия. Есть очень много дурацких, но расхожих штампов относительно того, что такие выборы там невозможно проконтролировать, пронаблюдать и так далее. Если мы проведем всю историю чисто, без вопросов, если мы покажем, что это работает, если в итоге Координационный совет себя хорошо зарекомендует и окажется действительно работоспособным, нужным органом, который сможет влиять на политическую ситуацию в стране, окей, через год уже будут следующие выборы, на которых проголосует уже 10 миллионов человек. Я не отношусь к тем, кому надо все и сразу. Мы понимаем, что вот это доверие надо завоевывать и говорить о каких-то завышенных ожиданиях, по-моему, странно. И многое, конечно, будет зависеть от этого Координационного совета, который в итоге будет избран от его работоспособности. Потому что если он там разругается и сделать ничего не сможет, ну, значит, он такой действительно и не нужен, и вся эта, так сказать, история просто неправильная. Но тогда мы скажем, окей, мы хотя бы попытались. Я глубоко верю, иначе бы я этим не занимался, что эта история очень правильная и нужная. Еще раз, эта история для меня, в первую очередь, об обретении гражданским обществом профессионального политического представительства. И мы делаем сейчас очень важный первый шаг. И это не превратится в сетевой парламент номер два? Это не превратится в сетевой парламент номер два. Как и все новое, идея с выборами оппозиции вызывает больше вопросов. Тем не менее, организаторы этих выборов предпочитают количеству качества. А не ошибается тот, кто ничего не делает. Саша Сотник, Дмитрий Мелехин, Политвестник ТВ.